В далёком 2006 году на московском монетном дворе была выпущена монета в серии субъекта Российской Федерации. И вот одна из монет была посвящена более конкретно Приморскому краю. Монету я уже доставал из альбома по поводу того, что был день Приморского тигра. Это, по-моему, близко вот такое примерно какое-то название. И вот поскольку на гербе Приморского края уссурийский тигр нарисован, которого надо было сохранять, и вот был такой повод достать такую монетку из запасников. А сегодня просто день Приморского края. Именно вот сегодня, 25 октября, отмечается такой день. Официально этот праздник появился в календаре в 1995 году, когда был принят и обнародован действующий устав Приморского края. Однако дата 25 октября приобрела знаменательный оттенок задолго до 1995 года. Именно в этот день, в 1922 году, произошло другое важное историческое событие. Приморье было освобождено от интервентов. Во Владивосток вошли части Народно-революционной армии Дальневосточной республики, положив конец почти пятилетней интервенции и бортоубийственной гражданской войне на Дальнем Востоке. И вот 25 октября 1922 года вошло в историю Приморья как большой праздник. Память об этом событии была уиквечена в 1923 году, когда жители Владивостока переименовали улицу Олеутскую в улицу 25 октября. Правда, через 75 лет, в 1998 году, улице вновь было возвращено историческое название Олеутская. На октябрь приходится еще одна важная для Приморья дата. Вот 20 октября, в этот день, в 1938, Приморский край, в результате подписания указа Президиуму Верховного Совета СССР о разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский край получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус. Сегодня территория Приморского края граничит с Хабаровским краем, Китаем, Кореей, с юга и востока омывается Японским морем, ну и административный центр, соответственно, город Владивосток. Приморский край славится своими заповедниками, заказниками, национальными, природными парками. Здесь находится Дальневосточный морской заповедник, единственный в России заповедник, 98% которого занимает водная среда. Заповедник Кедровая пать, один из старейших в России, организованный в 1916 году, а также Сихотеолинский государственный заповедник. Сихотеолинский был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он создан для того, чтобы восстановить популяцию соболя, а также создать условия, при которых за амурским тигром можно наблюдать в его естественной среде обитания. Ну и вот традиционно к дню Приморского края во многих учреждениях образования и культуры проходят множество праздничных мероприятий, концерты, выставки, конкурсы, конференции, открытые уроки и так далее. Но я надеюсь, что свежеизбранные депутаты от Приморского края не пожалеют денег и для вечернего фейерверка, так скажем. Вот такой у нас на сегодня день, день Приморского края 25 октября. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания.